Субтитры сделал DimaTorzok Раньше этот канал на YouTube я создавала исключительно ради продвижения своей музыки Но на тот момент было очень много всяких различных творческих площадок, где я сидела И как бы YouTube был очень быстро заброшен Какой-то особой там я славы не ожидала, потому что музыка у меня все-таки специфическая Но я как-то перебралась больше на архивы орг На тот момент еще были какой-то период жизни Видео на Яндексе и в итоге я аккаунт на YouTube использовала исключительно ради как склад такой своеобразный Видео склад, куда можно закинуть какой-нибудь ролик со своих лет слетов, с выступлений там различных Литературных где-либо или какой-то там моей музыки Или вообще чего-то такого, что шли с подружкой, дурачились и снимали на видео И потом ставить ссылочкой, специальным кодом в блог И в какой-то момент стала даже скидывать видео с путешествий своих Как-то уже шла к тому, чтобы может вести блог не только печатно с фотками Тогда я очень много фотографировала Но возможно и делать видеоблоги И я впервые вообще в 2017 году услышала фразу пустые баночки Батарея пустых баночек сказала мне тогдашняя моя знакомая, ну как бы одноклассница Я так офигевала, думаю, что за батарея пустых баночек Я представляла исключительно стеклянные банки Из-под варения, из-под каких-нибудь солений Не могла понять, почему, зачем это, для чего это снимается Зачем она смотрится, почему она так негодует Что у некоторых людей очень много этих пустых баночек Прям целая батарея Получилось так, что я действительно пришла к тому, что мне действительно, наверное, надо Снимать видеоблоги Именно на YouTube Знаковый день Прям можно сказать рождение новой звезды YouTube Или же рождение видеоблога на основе аккаунта на YouTube Отдельного такого видеоблога Не считая того, что там уже было, как в принципе лет пять с лишним Всякого такого совсем по чуть-чуть Это у нас вечер 22.06.2015 Ну и первый видеоблог был посвящен, конечно же, и Фраше И мне очень понравился процесс записи И как это выглядело Ну и я выложила этот ролик Там даже какие-то просмотры были Какие-то первые комментарии Кто-то на меня подписывался Я помню, что у меня там За полгода с начала этого ролика До конца года 2015-го Аж 100 человек подписалось Это было что-то такое крутое Потому что когда я выкладывала свой самый первый ролик С музыкой моей Которой снимала ещё моя подруга На обычный телефон, кнопочный Тогда, по-моему, даже смартфонов ещё не было То как-то я думала, хотя бы человек пять посмотрит Но я, правда, выложила и туда особо не заглядывала Меня больше волновало, сколько меня скачали на архивах Хорг Где выкладывалась вся моя музыка И какое-то время я даже выкладывала первые свои видеоблоги Вот эти видеообзоры Почему-то мне казалось, что надёжнее выкладывать параллельно на архивы Ну и после очень удачного, я считаю, первого ролика Вот такого видеоблогерского Видеодневника, даже можно сказать так С этим и фроши Пошла череда роликов чисто на отцепись И я года два, наверное, вела канал чисто на отцепись Даже какие-то запросы, которые мне просили делать Там вот первые эти СМР, эти триггеры Что-то я делала на отцепись, что-то я делала очень стёба ради Но по большей части это всё было на отцепись Я какого-то особого кайфа от этого всего не получала Хобби как хобби, оно даже особо мной не воспринималось Вроде как, ну, должность какая-то Может быть, в каких-то видео даже кажется, что там как-то зажато Или ещё что-то Действительно так было местами Люди задавали вопросы относительно моего мнения Каких-то происшествий, каких-то течений Ну, даже на тему того же ЛГБТ У меня спрашивали мнение, я писала видео И я прихожу к выводу, что люди, задающие какие-то определённые вопросы На жизненные темы, на какие-то явления У них именно эти проблемы и есть И благодаря моим роликам они как бы справляются с этими проблемами По крайней мере, я делаю выводы не на пустом месте А вот даже из сообщений людей Мне кажется, что меня смотрят люди со схожим прошлым Либо настоящим, либо какими-то проблемами Которые я вот уже смогла решить А они только ещё на пути к решению И им хочется знать, как я с этим справилась Или что можно сделать в такой-то ситуации Сейчас же, уже в какой-то момент я не очень помню Как так получилось, что я стала получать кайф от видеоблогинства Что мне стало это действительно нравится, снимать И получилось так, что какие-то запросы Которые раньше, допустим, я бы даже не подумала записать Или мне бы даже не захотелось Или я бы не рискнула, потому что стрёмно Я что-то выполняла, что-то писала А вообще по собственному желанию Есть один плейлист «Дамская комната» Иногда у меня вдохновение ловится даже чисто от общения с вами, зрителей Ну, в комментах, в мессенджерах У меня на канале нет определённых дат и временных рамок выхода какого-либо ролика Меня это не принуждает и не привязывает к каналу Потому что, как бы не знаешь никогда наверняка Что через час что-то не случится А у тебя тут назначено время, что надо срочно записать или выложить ролик Мне вот так намного удобнее Круто, когда люди, зрители, подписчики Верные подписчики Осиливают ролики до конца Ну, там не первые 3-5 минут, да? Если ролик там минут на 20 А именно от начала и до конца Это вообще, в общем, очень супер Это как бы понимаешь, что делаешь не зря Есть ролики, которые я снимаю чисто потому, что мне так хочется И я даже не уверена, что это кто-то будет смотреть Иногда снимаешь ролик и думаешь Ой, да он никому не интересен Так будет просто висеть для меня лично В открытом доступе Но в него внезапно смотрят А иногда выполняешь чей-то запрос И вообще просмотров практически нету Будто это и не надо никому Именно только мне Иногда это как-то разочаровывает Даже горчает Ну, ненадолго Если кого-то... Я знаю, что большинство блогеров Это вот какая-то ценность Эти пальцы кверху, книзу Лайк, дизлайк На меня оно совершенно как-то не влияет Иногда я как бы офигеваю Как может там какая-нибудь природа Котик не понравится кому-то Пару раз я меняла трейлер на канале Я знаю, что есть люди, которые меня смотрят Чуть ли не с первой сотни подписчиков Это, знаете, очень круто, это очень ценно Люди, которые тебя поддерживают На протяжении стольких уже лет Которые не меняют свои предпочтения Это верные такие подписчики Это очень-очень круто Я такое ценю Ну и все свои видео я выпускаю под лицензией Которые позволяют повторное использование Но с указанием авторства И при этом это использование исключительно не коммерческое Ну а вообще изначальная цель канала Помимо того, что вот самая первая Пускать в массу мою музыку Это была вот вторая основная изначальная цель Это познакомить людей с чем-то новым Показать, как чем-то можно пользоваться Как, допустим, у меня есть ролик Как вставить симку в Майкромакс Или Микромакс Телефон, который у меня утонул в рассоле Я не могла найти просто, как это делается Один-единственный какой-то там текст Статья в печатном виде, в буквенном виде И я решила, что возможно у кого-то есть такая же проблема И почему бы не записать И вот некоторые ролики про технику Или там про какие-то вещи Я пишу именно с такой целью Чтобы не только я знала Но еще какие-то люди Если у них есть такая проблема В общем, цель канала моего Это дать какие-либо знания людям Помочь справиться с какими-то проблемами Ну и опять же познакомить людей с моим творчеством Есть несколько плейлистов Которые исключительно вот Интересны мне Даже несмотря на то, что на них были, допустим, запросы Есть плейлисты, которые я делаю По просьбе трудящихся Но в самих видео такого типа Я совершенно не заинтересована Это, допустим, мукбаги или АСМР Я совершенно не понимаю АСМР Мне как бы не холодно, не жарко от мукбагов Но я знаю, что людям это нравится Некоторые считают, что у меня подписчиков было бы меньше Если бы я не писал АСМР Или, допустим, некоторые, я знаю, меня смотрят исключительно из АСМР И подписаны исключительно из АСМР Но спасибо вам и за это Ну и как бы в заключении Хочу сказать Если кто-то из вас тоже хочет чем-то таким заниматься Никогда не слушайте людей со стороны Слушайте только себя Слушайте свой организм Подписывайтесь на меня Если вам это интересно Ставьте лайки, дизлайки Пишите комменты Выходите на ответную связь Мне вообще-то очень приятно Мне нравится общаться с людьми Общаться со зрителями Общаться с теми, кому интересно то, что я делаю Спасибо тем, кто до сих пор меня смотрит Несмотря ни на что И подписан на меня Вот там с незапамятных времен Спасибо тем, кто подписывается сейчас Пока